всем привет привет а давно не было у нас беседки давно я не записывала такие ролики и сегодня воспользуюсь комментарием который мне написала варенька за что я ей благодарна воспользуюсь этой возможностью ее комментария и решила записать беседку тема сегодняшней беседки будет как вы расшифровываете значение карт просто я не стала отвечать в комментарии варе письменном виде потому что я начала писать мне показалось что слишком большой комментарий намного проще мне сказать голосом нежели писать потому что все-таки написание текста лаконичностью я таким навыком не владею к сожалению скорее всего просто потому что я слишком эмоционально и мне хочется много чего сказать вот и поэтому мне проще голоса и так начну с давайте поступая как этот поступать и до самого начала в разделе сообщества в описании к этому ролику я обязательно оставлю ссылку чтобы вы заходили туда почаще я написала пост про то как я решила протестировать искусственный интеллект до созданный илоном маском вот и следствием этого тестирования да это было очень много часов я почти целый вечер потратила на то чтобы задавать вопросы проверять на что способен этот интеллект или нет вот и как следствие получила ответ на вопрос что такое таро да как люди вообще относится к таро и об этом написала пост под этим постом я получила комментарий я его кстати закрепила вы можете перейти в раздел сообщества почитать увидеть его по моему пост по искусственным интеллектом такая голубенькая красивая фотография что вам была картинка чтобы вам было понятно о чем о каком посте я говорю речь я веду речь и варим не написала комментарий о том что или не возможно вам было бы интересно посмотреть еще и вот этот ролик и дала ссылку на самом деле я улыбаюсь потому что я посмотрела ролик вот и как раз я ответила варь и поблагодарила ее за ссылку и вот и она мне пишет значит здесь комментарий я рада и лени что не ошиблась что данная информация не вызовет у вас отторжения когда я прослушала ее я сразу подумала о вас и о том как вы расшифровываете значение как мне зацепила в хорошем смысле слова зацепила меня выражение данная информация не вызовет у вас отторжение это мне очень сильно улыбнула на самом деле почему потому что у меня сразу такой такая ассоциация интересно что же думают люди обо мне если бояться мне что-то предлагать вот возможно я слишком где-то категорично бывает а либо говорю над как раз очень часто о том что не нуждаюсь в рекомендациях либо в советах в общем какое представление есть у людей обо мне от меня это очень сильно на самом деле улыбнула вот и я порадовалась думаю ну с одной стороны хорошо да то есть люди прежде чем что-то порекомендовать думают вот это замечательно потому что не нагружает меня лишней информации это здорово это плюс а с другой стороны наверное я вызываю не знаю такое впечатление серьезные грозные какой-то такой дамы которые вот высокомерное и не присылайте мне ничего я ничего не хочу смотреть в общем не суть улыбнула с хорошей точки зрения еще расскажу далее не чтобы никого не обидеть так и вот второй момент как раз и тот который я на который я хочу ответить значит я оставлю ссылку на ролик о котором велась речь в комментариях беседе с вами либо в прикрепленном комментарии либо в описании к этому ролику можете зайти посмотреть значит кто не не будет смотреть вкратце скажу что ролик говорил о том что как я поняла там женщина вошла видоизмененные состоянии вот видимо это был некий такой ченнелинг с с некой сущностью вот и задавались вопросы по поводу таро да и получали ответы на самом деле начну с самого начала в интернете очень много разных источников очень много разных каналов как правило не все эти каналы чистые когда я говорю чисто я имею ввиду источник информации откуда человек черпает информацию даже ченнелинге они не все чистые то есть дело в том что астрал он делится на условно говоря на три уровня дата на них на ниши астрал где находится как раз таки сущности которые в принципе низковибрационные они управляют людьми да и информацию которую они передают она нефть не всегда даже не всегда правдива она имеет под собой такую цель функцию до завладеть вниманием человека через это внимание подпитывается энергетически ты низ низкий астрал как правило на нем всегда находится сущности низкого порядка задачи которых подпитываться энергетически да поскольку люди вырабатывают они слишком эмоционально они вырабатывают энергию и пароль не осознавая добровольно подпитывает своей собственной энергии сущности то информацию много таких каналов которые ну не совсем чистый что значит добровольно подпитывают когда мы начинаем что-то просматривать да то есть мы даем согласия что да и хочу прослушать это когда я хочу то есть условно говоря я даю согласие на прослушивание того или иного материала значит я отдаю свое когда я слушаю я туда отправляю внимание значит я даю туда свою энергию вот и и средний астрал и высший астрал так вот я не буду сейчас вдаваться в подробности всего энергетического вот этого пространства да как она устроена в принципе в этом нет смысла к чему я это все сказала к тому что поскольку я работаю с собой мой мастер отслеживал достаточно очень так в кавычках жестко когда у меня появилась некая такая подключка к одному эгрегор ному симбиоту вот поскольку тот источник считался достаточно чистым но из-за того что у источник от которой я получала информацию есть определенная своя концепция и задача была краски захватить как можно больше и вовлечь людей в данную концепцию и вот в этот эгрегор мы входим через определенного симбиота это себе его задача была чтобы я рассматривала жизнь и через призму той концепции которая давалась именно тем определенным источником я не буду обозначать что это за источник не столь важно все равно маловероятно что вы туда попадете и вот и после того как мне казалось что это в принципе такой достаточно чистый позитивный источник я попалась это скажем волосе этого симбиота который конечно же потом сразу почистили потому что он забирал мою энергию вот после этого я стала так скажем достаточно внимательной избирательной к информации вот потому что чем выше мы становимся по уровню сознания чем выше и чище вибрируем тем ценнее наша энергия тем она вкуснее поэтому нужно быть внимательным избирательным что мы слушаем от кого в принципе я это очень часто говорила так вот попав на этот канал и посмотрев этот ролик то есть первое что я сделала я была такая достаточно настороженная в плане того что я услышу особенно если это связано как-то с медиумизмом связано с регрессии связано с ченнелингом и так далее то есть я достаточно скептично скептично к этому ко всему отношусь не в плане того что я это не принимаю а в плане как раз к именно чистоты канала я послушала прислушиваясь к своей интуиции к своему внутренним ощущениям я поняла что да можно послушать но опять же таки слушать и не 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 обязательно принимать да то есть вот это тоже очень такой важный момент такая нейтральная позиция да я слушаю но я не внимаю сразу в себя то есть я не отдаю полное свое внимание и согласие в общем я прослушала эту информацию в которой говорилось откуда происходит таро с точки зрения того источника который транслировался в этом ролике вот и что такое вообще таро и как работают таро логи какие они так вот большинство им да я могу сказать что я согласна что касается источника и происхождение таро я не знаю и об этом в принципе никто никогда не скажет потому что ну да до сегодняшнего момента нас нету источников которые бы говорили о том что вот таро такого-то происхождения да безусловно первая колода отрисованная да то есть созданная как это сказать оцифрованная материализованная да она появилась в европе впервые но мне кажется все таки корни и уходят намного дальше нам намного раньше по времени но доказательства этому нету поэтому никто с точностью стопроцентно сказать не может вот происхождение это именно там я не знаю из египта атлантиды и там европы и так далее и так далее востока то есть здесь очень много разных мнений и точек зрения поэтому я не берусь сказать поскольку я не владею этой информации а вот что касается информации по поводу что такое таро сам саму по себе таро это некие картинки на которых есть глифы глифы это те изображения символы символизм который изображен на этих картинках само по себе таро она является просто инструментом как любой инструмент она не имеет какого-то как бы так сказать какой-то важности значимость ценности до тех пор пока но не попадется в руки мастера который мы будет пользоваться да у таро есть свои у глифов есть определенные свои ключевые слова есть определенной информации я неоднократно говорила о том что многие люди не не владеющие информацией знанием говорят о том что таро это инструмент для гадания таро не было создано инструмент как инструмент для гадания и вот именно в этом ролике я и получила подтверждение того что первично как говорил источник таро было создано египетскими жрецами как раз таки как книга о мироздании то есть здесь более глубокие такие знания здесь я могу это подтвердить не в плане кепкем она была создана таро да что именно за жрецами а именно что это действительно такая более глубокая мистическая система и в ордене золотой зари и и использовали еще раз повторюсь не как способ предсказательной системы а именно как способ познания мироздания и как человек может развиваться да то есть именно как инструмент развития через видоизмененное состояние то есть это было очень такой достаточно глубокий инструмент он не использовался причем готовых колод не было и члены ордена которые изучали таро они и самостоятельно отрисовывали то есть был некий такой прототип вот и член каждый член ордена должен был отрисовывать своей собственной рукой все колы все карты все арканы и в момент отрисовки он как раз таки и прорабатывал тот или иной арка поэтому эта система она действительно серьезная и я неоднократно говорила что в моем понимании да что таро это все-таки можно читать на трех уровнях первый уровень это такой достаточно простой бытовой ответы на вопросы либо то как используют как гадательную систему второй уровень это уровень как раз таки самоопознание да когда человек может с помощью таро получать ответы о себе для того чтобы как-то рефлексировать да либо лучше узнавать себя как личность да и отвечать на такие достаточно глубокие вопросы касательно личности и третий уровень это уровень самоопознания это то что в принципе было изначально заложено в эту систему то есть уровень не самопознание уровень познания мироздания да то есть в нем заложено действительно устройство этого мира и а те кто владеет этими знаниями когда-то передаваемые жрецами может получить подтверждение вот это вот касательно данной системы в принципе что я получила подтверждением дальше решила в этом ролике о непосредственно самих тарологов и на этом я и хочу сделать большую степень и акцент потому что вот действительно ну пришло время значит то может заниматься таро и насколько она вредоносна я не берусь сказать но я могу сказать что в контексте получения информации то что дает таро это некие такие картинки при помощи которых ты сонастраиваешься с каналом откуда вот и считываешь информационное поле откуда ты считываешь информацию информация существует да и таро существует как картинки и таро в данном случае является проводником либо как говорилось в ролике посредник посредник между информацией да и между таро и вот здесь вот любая информация пропущенная через тот или иной канал через таролога посредника называйте так хотите проводник а как любую говорить я она искажается в зависимости то есть представьте в зависимости от уровня сознания каждого таролога он как проводник подключается к тому или иному уровню информационного поля то есть того самого астрала которым я говорила ранее низший средний либо высший да то есть каждый этот уровень астрала он заселен определенными сущностями того или иного энерго вибрационного уровня да и здесь фишка в чем получается когда я говорю нужно искать своего очень часто говорю о том что нужно искать своего таролога я не имею ввиду тот который вам ближе и будет вам льстить а именно тот который транслирует информацию созвучной вашей вашему мировосприятию да что очень важно потому что смотрите есть тарологи которые например работают с негативными аспектами да то есть используя тару как инструмент магии работают с порчами с бумерангами и вот всем таким уровнем да безусловно это низший астрал они как бы так сказать уровень сознания такого таролога он не достаточно высокий что значит высокий в плане вибрации не в плане что кто-то выше а кто-то ниже а в плане скорости обработки информации и вибрации каждого человека и поэтому если таролог не развивается если таролог как бы сказать у таролога есть определенное восприятие мира и оно ограниченное и в нем например есть такие моменты что не знаю может быть слышали неоднократно когда расклады на личную жизнь да таролог может себе позволить там я не знаю высказаться например матом может сказать да да все мужики козлы да да не верьте да как то так но начинает транслировать какую-то свою позицию то безусловно вы понимаете что информацию какую которую будет получать этот таролог то есть поле она не едино одно многослойно как пирог информационная информацию которая транслирует такого рода таролог она созвучно его мировоззрение и как правило она низко находится да вот в этом пироге это низший слой и поэтому то что таролог будет транслировать еще искажать через призму своего сознания и доносить до клиента это будет ну не совсем качественная да то есть ну допустим представьте что есть одежда вот кутюр да которая единичная и пошита там не знаю для показа мод даже не для человека конкретного для показа мод а есть какой-то ну условно говоря китайский ширпортрет вот разницу вы ощущаете вот так же примерно идет и информация и кто-то может сказать что неужели этот таролог допустим ну вот такого уровня не может транслировать светлую какую-то энергию я вам скажу что нет почему объясню не потому что он плохой либо он не хочет транслировать а потому что уровень его сознания его вибрации они находятся здесь более высокого порядка вибрации находятся тут между ними есть вот эти вот волны вибрации о которых я говорю есть определенная разница для того чтобы подняться выше да здесь намного скоростные энергии они опасны для человека находящегося вот на этом уровне если он не подготовлен то есть чисто физически это вот допустим человек который становится просветленный действительно просветленный человек вот этот вот свет он настолько идет в диссонанс с нашим материальным миром что он его сжигает он его разрушает поэтому действительно настоящие просветленные люди они как правило идут в переход то есть идут в другое воплощение либо на другой уровень переходит то есть физическая жизнь их заканчивается потому что тело оно низко вибрационное оно не может принять в себе вот эти энергии ну то есть условно говоря это как будто бы вот вы получаете при рентгене некое такое облучение да поэтому говорится что любое облучение оно разрушает человеческое тело вот примерно то же самое и со светом поэтому если низковибрационный таролог не готов принять информацию выше а он не готов потому что его диапазон он узкий то его это разрушит и как следствие он туда даже не будет смотреть ему не интересно это будет то есть тематика такая эта информация она ему не интересно даже туда не смотрят потому что не дорос но элементарно в жизни представьте что есть люди там я не знаю которым интересно ну просто ходить на работу зарабатывать деньги и там какое-то развитие почитать книжки для них это фу-фу-фу мне это не интересно вот это примерно такой же уровень то есть есть люди которые интересуются даст как-то становится более эрудированным развивать свой интеллект что-то познают им это нравится они растут они эволюционируют а если люди которым ну это не нужно и у них интересы как раз таки вот именно на том уровне на котором они находятся вот то чем они вибрируют и люди у них такие вот точно так же происходит и с тарологами во первых таролог подключается как раз таки к тому уровню вот этого астрального пирога на которым он может эту информацию считать она уже сама по себе не очень высокая далее через призму своего сознания он эту информацию искажает причем искажает все в том числе я почему потому что нам надо как-то про транслировать то что мы видим ощущаем понимаем надо перевести это вербальный язык любой вербальный язык он уже несет некую такую искажение потому что мы получаем формате энергии эту энергию нужно обрести форму и вот форма это как раз к вербальный язык но уже искажает поэтому все тарологи все проводники они искажают информацию через призму своего сознания поэтому здесь первый момент к чему мы подключаемся да я уже сказала что на том уровне на котором находится таролог такой энергии он и подключается и второй момент почему говорится о том что нужно бесконечно развиваться самому тарологу да то есть расширять свое сознание углубляться в познание таро и как бы так сказать той тематике которая соприкасается с этим да поэтому читаем безусловно эзотерические книги опять же таки эзотерика она такая пересекается в некоторой степени да с оккультизмом то есть если мы начинаем читать книги таро касательно на алистера кроуле мы понимаем что алистер кроуле был темным магом да независимо от того что начинал то он с наилучшими побуждениями но все равно он был оккультистом и его энергии они все равно были низко вибрационные в контексте того что он выбрал темную сторону да если мы говорим например про это то он выбрал мистицизм все что связано непосредственно с религиозным направлением да и он выбрал условно говоря светлый путь поэтому когда мы изучаем таро да мы углубляемся в своих знаниях об этом тоже говорилось в ролике мы углубляемся в знания в познание таро то есть нам недостаточно что вот что-то когда-то мы выучили и все и дальше у нас просто практика многие говорят у меня потом есть практика безусловно но свои познания надо расширять для чего для того чтобы правильно транслировать ту информацию которые вы получаете то есть искажение чтобы было наименьшее искажение к примеру да что говорила ванга допустим своих предсказаниях да там железные птицы летают в небесах если вот допустим на том уровне условно говоря на котором она находилась там у нее было понятие что это железо это птицы и она летает то есть описание самолета для нее было сложным она нашла такие слова такую формулировку для того чтобы допустим описать самолет либо то что она видит в будущем но в той жизни в которой она проживает сейчас в тот момент такого еще нет ну допустим если бы мы говорили там я не знаю лет 30 назад что у нас будут какие-то гаджеты телефоны беспроводные да нам нам это было сложно описать потому что тогда у нас не было такой технологии вот для того чтобы более конкретно и четче описывать помимо тех знаний о таро которые мы должны получать и со всеми науками сопричастными таро расширяя свое сознание мы должны использовать еще и другие навыки которые помогут нам расширить свое сознание и более корректно передавать информацию с наименьшими искажениями то есть знание которое мы получаем это не только по таро это знание например философии который помогает заставляет человека мыслить размышлять вне рамках обыденности это тоже важно потому что наш взгляд он настолько замылен и настолько автоматичны что мы в принципе в своем сознании не развиваемся чтобы развиться нам нужно что-то что выведет нас из этих автоматизмов как следствие мы должны интересоваться психологии для того чтобы понимать как устроено наше мышление каким образом мы можем передавать информацию людей да то есть здесь еще и консультирование то есть тоже необходимый навык психологии в передачи информации и много разных наук да там я не знаю физики квантовые физики математики философия помимо мышление развития мышления изучение более древних текстов потому что все таки все идет из прошлого да все эти мистические знания использовались жрецами а все философы они были жрецы если я говорю в период древнего египта они в более в современной европе хотя большинство философов и ученых людей состояли если мы говорим про европу да состояли в тех или иных орденах которые имели под собой вот подоплеку все равно древнего мира и жреческий мистический опыт тот же самый пифагор да он помимо того что был философ и известный математик он был мистиком и член тоже одного из орденов то есть в орденах состояли многие умы ученые умы философские умы которые как раз получали знания о создании именно этого мира то есть как он устроен законы этого мироздания это то что изучалось в орденах в принципе то что говорится о магии магия это тоже наука это тоже знания так вот подходим к нашей теме просто достаточно так объемно затронула наверное надо было более емко ну я сказала конечность это не мой конек отвечаем на вопрос как вы расшифровываете значение карт так вот исходя из того что я сказала что таролог должен развиваться таролог должен расти и читать очень много литературы которые действительно создает вот ему взрыв взрыв его мозга то который заставляет его выходить из зоны его комфорта то есть то что меняет его мировоззрение расширяет расшатывает его убеждения бесконечно работать с собой раскрывать в себе убеждения которые его ограничивают понимать свои ценности это бесконечный труд на самом деле и все направлено на то чтобы ты рос подключался более высоким слоям информационного поля смог их считывать и в наименьшей степени искажать эту информацию и тем самым доносить до людей и помогать им дальше как вы расшифровываете значение карт скажу я когда начинаю делать расклад у меня есть конкретный вопрос без вопроса сложно работать но в последнее время я понимаю что вот именно расклад в потоке здесь идет речь о полном доверии и ты не знаешь что ты находишься в открытом таком состоянии готовности принять любую информацию которая придет так вот если нет запроса либо это в потоке не важно начинаешь выкладывать первый аркан ты понимаешь что у каждого аркана он многослойный у него есть разные ключевые слова для того чтобы понять какое конкретное ключевое слово сейчас использовать у меня есть вот эта вот область да это где-то чуть ниже сердца и выше солнечного сплетения внутри именно не наповерьте внутри где-то даже нет вру вот здесь чуть ниже лично у меня это область которую я называю область интуиции либо область ясного знания куда мне приходит информация я понимаю внутри да через ощущение я понимаю что из всех ключевых слов в данном формате надо начать именно с этого слова да то есть изначально идет вот это вот ясно знание как я понимаю это энергия у нее нету формы но все вы сталкивались с таким моментом да в своей жизни когда вы не можете объяснить какую-то информацию но вы четко знаете что так оно и есть где-то вы чувствуете внутри себя что это вот так причем это не голос вам говорит не образ не картинка четкое знание так вот вот это знание я получаю я понимаю что с этого момента надо говорить именно с этого ключевого слова я начинаю рассказывать понимаю что мне не хватает какой-то информации еще дополнительно то есть она должна раскрыться иногда я выстаскиваю несколько арканов дополнительно и у меня как пазлы складывается картинка из ключевых слов допустим предложение в предложении там есть пять-шесть слов вот каждое слово это условно говоря арканы когда я их выкладываю все у меня внутри опять таки в этой области появляется четкая картинка понимания о чем идет сейчас речь опять же так это интуитивно не интуитивно не знаю то есть это микс и вот в этом канале есть знание да то есть внутри себя я начинаю распаковывать информацию что значит распаковывать информация которая мне идет я ее вижу сразу целостной как бы это вам так объяснить то есть допустим я как будто бы вижу условно говоря как жизнь допустим это пример да ситуацию как жизнь человека целиком но эта жизнь она состоит из несколько кадров каждый кадр да он допустим соединится и получается кинолента жизни человека вот мне информация когда все пазлы сложились я вижу как целиком полностью вот эту вот всю киноленту и мне целиком и мне нужно донести эту информацию и вот здесь вот получается искажение здесь получается первая трудность как передать вот эту вот целиком цельную картинку я ее начинаю условно говоря как будто бы дробить на кадры и каждый кадр описывать и рассказывать но вот когда ты начинаешь разъединять вот эту вот единую киноленту на кадры лично для меня она сразу теряет какой-то смысл да то есть вот первое искажение это то что ты вычленяешь и начинаешь говорить можно сказать что сразу нельзя это все сказать нет сразу нельзя то есть это как будто бы представьте не знаю какой-то счастливый день в вашей жизни и приходит фотограф и он вас фотографирует и то что он фотографирует он фотографирует там я не знаю у вас родился ребенок условно говоря да он фотографирует например маму в роддоме с ребенком и папа счастливый и вот вот этот вот кадр получился но это лишь кадр когда вы смотрите да как главный участник этого кадра на эту картинку вы понимаете что за ней стояло счастье роды там боль расслабление там сон то есть вы как будто бы смотрят на одну картинку но вы видите много 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 разных моментов которые предшествовали либо последует за этим кадром но вы видите кадр вот так вот я примерно вижу ситуацию то есть я вижу вот этот кадр но этот кадр это вот частичка за нем за ним есть много чего и вот эти вот много чего я не всегда могу рассказать не потому что мне это сложно а потому что охватить это все в деталях невозможно поэтому я вычленяю самое ценное самое важное в контексте того что я буду транслировать эти кадры они могут не подсвечиваться через какие-то ощущения да то есть допустим если я вижу какую-то трудность сложность в ситуации я физически могу ощущать ощутить что я несу какой-то груз на себе либо если есть какая-то боль я физически ощущаю в каком теле она находится другой кадр может не подсветить там я не знаю условно говоря что человеку нужно очиститься желательно там не знаю принять какую-то ванну и вот когда я говорю желательно принять какую-то ванну я ощущаю на себе как я например стою под водопадом на меня льется вода я слышу этот звук и исходя из этих состояний и образов я начинаю транслировать с другой стороны касательно меня я всегда использую метафоры я всегда использую образы по причине того что наша бессознательная использует именно такой язык она не использует логический рациональный язык вот прям четко конкретно все объяснять возможно в моих раскладах часто слышать о том что или не какая-то вот такая достаточно достаточно философский ответ либо он такой абстрактный и не столь конкретный причина заключается в том что информацию которую я получаю именно того уровня который я получаю она дается больше как бы так сказать в световой гамме ну то есть это свет вот как в этом свете увидеть какие-то кадры что-то сказать конкретно да еще и бытовое когда вибрации они ну они другого порядка я не знаю как это объяснить другого порядка очень сложно поэтому понимая как работает наше бессознательное я начинаю использовать метафоры и образы потому что так человеку понятнее принять информацию я не использую конкретику по причине того что людей очень много смотрит даже если это индивидуальный расклад я все равно использую образы метафоры потому что так понятнее да человеку о какой информации идет речь то есть если бы я говорила например я не знаю вы будете счастливы и вот слово счастье это абстракция у каждого оно свое понимание и если я буду говорить что счастье это вот когда допустим вы находитесь в семье и у вас все хорошо а у вас в ваших ценностях нету понятия семейного счастья потому что вы выбираете индивидуальный путь развития и в этом воплощении вам нет необходимости познавать семейную жизнь либо рождение детей для вас не имеет никакой ценности потому что у вас нету такого опыта и необходимости в нем то вы меня не поймете если я буду говорить что счастье это вот в семье и в детях потому что у вас будет отторжение от информации но когда я буду говорить абстрактно в плане того что это состояние наполненности полета каждый понимает вот полет наполненность по-своему и он поймет что это счастье но счастье в его понимании не то что я ему транслирую субъективное а именно вот в этих образах он вычленит свое что-то важное и примет это либо не примет опять же как я говорила ранее у каждого торолога своя аудитория которая созвучна его вибрациями созвучна вибрациям той информации которую он передает потому что уровень осознанности у них примерно происходит резонанс то есть они все звучат на одном уровне и поэтому идет принятие отторжение идет тогда когда происходит диссонанс когда информация услышанная от торолога не соответствует мировосприятию той иллюзорной картинке жизни человека в которой он находится то есть проще говоря то во что верит человек и то о чем говорит торолог идет разногласия ну то есть вибрации абсолютно разные они не состыковываются идет отторжение поэтому чтобы не включать эмоциональный фон хотя многие от моих раскладов я знаю что их какие-то слова цепляют либо знаете они услышали что-то и ум начинает включать ассоциативный ряд который приводит к каким-то воспоминаниям это включается и вызывает у них своего рода эмоции то есть это знаете как я услышал какую-то информацию и я отключился дальше от этой информации я ее не слышу я погружаюсь в свои какие-то мысли воспоминания состояния и пошло поехало закрутилось и все я включился в себя внимание направлено внутрь меня а не вовне на ту информацию которую я слушаю либо слышу и это может вызывать эмоции у человека какие-то свои переживания на самом деле эти эмоции они классные и важно негативно они позитивные почему потому что это и есть та зацепка с чем дальше работать и понять что вам нужно осознать то есть если это всплыло то есть ваша бессознательная она показала что осознательно смотри тебе вот здесь надо осознать здесь есть какой-то урок для тебя тебе нужно что-то осознать и сделать выводы и изменить свою жизненную позицию вот про это тоже кстати расклад выйдет что хочет вам сказать ваше бессознательное в среду не пропустите вот таким образом я считываю значение карт в моем случае идет считка как я люблю говорить микс с одной стороны это использование ключевых слов в арканах понимание той системы которая заложена 2 с другой стороны это вот именно интуитивные если так можно сказать чуть-чуть то есть подключение к потоку реально осознанно у меня нету что я сейчас подключусь туда нет это ощущение но я понимаю что это действительно поток и некое такое подключение к информационному полю почему потому что по окончанию например расклада я не помню всегда то о чем я говорила очень быстро забываю либо вот я сегодня записывала расклад и я словила себя на той мысли что именно во время расклада что мне казалось что это вот то что я говорю это мой какой-то там я не знаю опыт либо какое-то мое восприятие но в тот момент когда я поймала себя на этой мысли что а это вот мое в тот же момент я сразу забыла то о чем я хотела сказать и это для меня стало очень четким ярким показателем что то что я транслирую на самом деле это не мое это не я говорю это не не мои мысли а я в этот момент становлюсь действительно проводником информации только моим как бы так сказать моим языком да через мое тело эта информация передается для меня это стало вот впервые я это осознала что блин действительно это не я говорю потому что если я говорила я бы вспомнила о чем я говорила а это я я не могла как бы я не справилась я не могла вспомнить что я хотела сказать у меня знаете какая-то такая вспышка произошла и я в этот момент подумала что вот надо вот это сказать вот же здесь все видно что карты показывают и блин вот это я то есть я как-то себя словила на этой мысли то что говорилось в ролике да о тщеславе что вот это мое а на самом деле это было не мое как только я это поняла у меня это сразу исчезло и я стала внутри себя пустой и я не знала что сказать я поняла что вот кстати тщеславе тоже у меня был в прошлом опыт и когда знаете человек который зазнался и ты это был серьезный урок после которого я долгое время просила своих подписчиков не называть меня мастером учителями и так далее ну то есть я и сейчас не очень-то люблю а тогда это вот как будто бы подпитывало мое тщеславие мне это не нравилось и я не знала как с этим бороться сейчас я как-то нормально к этому отношусь то есть но мне все равно кто кто и что во мне видит потому что это видение людей мое понимание себя оно как каким было такое и таким и остается то есть того что там кто-то будет меня хвалит либо говорить о том что там я талант гений не знаю я лично мне от этого не холодно не жарко меня это никак не не подпитывает приятно да приятно потому что это приятные слова но как бы чтобы меня цепляли нет потому что видимо этот урок был болезненный тщеславие и надеюсь я его больше проходить не буду по крайней мере но не желательно вот такой у меня ответ был сегодня для вас варенька наверное я опять много наговорила но я вот уж и я такая какая есть и принимаю себя вы можете писать в комментариях идеи для следующих беседок если у вас остались какие-то вопросы что-то хотите узнать вот я с огромным удовольствием могу записать для вас ролики и надеюсь они вам будут полезны прощаюсь до следующей беседки всем пока пока пока